Добрый вечер, с вами брокер с компанией Китфинанс, меня зовут Олег Крот, я представляю вашему вниманию брифинг ставки сделаны. Сегодня на рынке был коррекционный день, это несмотря на то, что позитивные события продолжали поступать на рынок. Основная причина, почему мы сегодня корректируемся, это то, что с одной стороны мы подошли к довольно-таки сильным уровням сопротивления, а с другой стороны рынок рос на ожиданиях и рост происходил не на реальных каких-то позитивных событиях, а именно на ожиданиях этих решений вопросов. В текущий момент часть этих вопросов начинает постепенно решаться, но уровни довольно-таки сильные, поэтому мы постепенно откатываемся назад. Допустим, тоже события по саммиту Евросоюза, которые с одной стороны перенесли, а в то же время с другой стороны мы считаем, что это хороший знак, так как увеличивает вероятность положительного решения, так как будет больше времени договориться. Давайте посмотрим, что у нас было на рынке с технической точки зрения. Так вот, индекс ММВБ, первый уровень ее сопротивления был 1350, о котором мы говорили, здесь он сдержался. Следующий уровень 1390, от которого он также откатился. То есть в текущий момент ситуация такая, что 1390 довольно-таки сильный уровень, мы его должны будем пройти, но с другой стороны вполне реальное, более вероятное развитие событий, что мы пойдем на уровень 1330-1310, и оттуда уже будет разворот с пробитием 1390. Если говорить про мировые рынки, в частности про S&P, то здесь выкуп, который был от уровня 1070 практически на нейтральной новости, говорит о том, что рынок поддерживается искусственно. И все движения в этих коридорах говорят о том, что на рынке есть поддержка в виде искусственной поддержки на определенных уровнях. То же самое у нас было со Сбербанком в течение последних, с начала 2011 по лето 2011 года, тоже Сбербанк искусственно поддерживался с целью разместиться на биржах. Примерно такая же ситуация сейчас в S&P, то есть рынок загнали в боковик и здесь его держат. Пока что в текущий момент наиболее вероятен переход в очередной боковик, то есть если здесь у нас было растущее, здесь падающее, то сейчас скорее всего мы перейдем просто в боковик с уровнями 1130-1230. И будем на этих уровнях торговаться. Нефть пока довольно таки неплохо выглядит. Здесь мы прошли очередной раз середину канала и первый уровень, куда мы можем выйти, это 114 по Brent. Наиболее вероятный вариант, который вполне реальный, что мы пойдем на 120. То есть технически пока, несмотря на падающий коридор, нефть разворачивается наверх. Идут довольно таки положительные новости для роста нефти, начиная от макроэкономических, заканчивая страновыми новостями, в частности по очередной проблеме в Нигерии и другие новости. То есть пока что нефть идет в восходящем движении и движение продолжится, даже если мы остановимся на текущих уровнях. По золоту пока старая ситуация, также мы находимся в этом коридоре и этот коридор пока что будет сохраняться. Наиболее вероятно, что мы выйдем наверх из него, но лучше дождаться выхода. По евро ситуация довольно таки интересная, в том смысле, что довольно таки высокая вероятность есть, что на 23 числа будет принято положительное решение. То есть это будет реальное действие. Евро может вырасти до уровня 1.38. Поэтому здесь пока, несмотря на то, что сегодня мы пытаемся немножко вниз развернуться, в целом ситуация благоприятная. По рублю 31.71 уровень поддержки, еще мы можем сходить на 31.20 вот на эти уровни. Сейчас возможен небольшой откат наверх и потом еще заход на 31.20. То есть пока по рублю в целом тренд идет по рублю доллара. Доллар пока у нас падает, рубль растет со точки зрения пока такой тренд. Так что по мировым рынкам видно, что пока у нас ситуация благоприятная и какие-то текущие откаты будут выкупаться. Поэтому по акциям у нас наиболее интересный инструмент для краткосрочных инвестиций, спекуляции. У нас лукойл, в частности, связан с тем, что цена на нефть с большей вероятностью пойдет вверх. В то же время здесь виден спрос. То есть здесь, в отличие от некоторых бумаг, таких как Сургут, который застыл на месте и никуда не движется. Или Газпром, который не может пройти свой падающий тренд. То есть лукойл здесь выглядит гораздо интереснее. Так что пока из таких краткосрочных спекуляций это рекомендация лукойл. Особенно если мы откатимся к уровню 1620. И еще вариант Роснефть, но это менее интересный вариант, но тоже вполне рабочий. То есть здесь мы обратно зашли в свой коридор и в случае удержания здесь на этих уровнях, то есть если мы идем не ниже 180, а вот здесь держимся в этом районе, то можем сходить на 210 как минимум. Поэтому пока два варианта. Еще кстати Ростелеком. Митент будет размещать проект листинг на лондонской бирже. И здесь в связи с этим интерес к нему подогревается. И технически также мы пробили падающий коридор, канал и пока что находимся выше его. То есть с текущих уровней до уровня 140 могут быть покупки с походом в район 160, с движением в район 160. Ну а стопы соответственно ниже 135. То есть примерно вот такой расклад по Ростелекому. Также остаются интересными бумаги Новотека. Ну по Новотеку мы уже довольно таки неплохо здесь выросли. Поэтому какие-то покупки можно здесь сделать от района 363-357 вот в этой зоне. Так что пока в целом тренд у нас краткосрочный растущий остается. Возможно откат в пределах 2% вниз. Возможно как бы не обязательно. То есть по МВБ это 1330-1410. И с дальнейшим выходом рынка наверх. То есть по МВБ мы можем выйти опять в район 1420. Даже чуть повыше. Наиболее интересная акция, как я уже сказал, это Лукойл. Лукойл, Роснефть и Ростелекон. То есть три имитент, которые наиболее интересные могут быть в целе роста. Так что на текущий момент такая ситуация. Возможно краткосрочный откат и с дальнейшим выходом рынка наверх. Спасибо за внимание. Мне еще будут 5 минут в чате отвечать на вопросы. Информацию о нашей компании можете прочитать на сайте broker.kf.ru или в YouTube.